все давай все мадорище в бою и ого-го нихрена себе они там навызывали смотри каких животных ну мне кажется они сейчас нас нагнут ну-ка дай-ка я позырю что у них там так значит смотри кровожадный демон ух ты какой похож на этого диабло так на горение на них так ну-ка сейчас я позырю что они значит это вот эвелин а где эта пифия куда она делась пропала она невидимку или просто испарилась не она просто испарилась видимо в церковь убежала так значит эвелин смотрим эвелин 760 хп огонь вода воздух земля 20 процентов талантов написано что нет значит дальше идет демонический таран это который наверху собачка 70 озе 70 озе то есть мы его короче заваншотим огонь 200 процентов надо их затушить смотри смотри огонь 200 процентов а вода минус 100 то есть мне кажется и он заваншотится от воды земля я 20 я 25 потом обожженный скелет лейтенант то же самое огонь 200 вода вообще минус 200 дробящий урон минус 25 я 100 то есть не огнем и не ядом ни в коем случае вода водой надо все делать хотя как раз маг задушить их может увлажнить он такой сексе что короче даже увлажняет демона так но у всех то же самое огонь 200 вода минус 100 и кровожадный демон воздух 200 земля минус 100 то есть короче демону демона надо землей бить а мне как раз по моему тоже а у меня как раз этот мой нож земля земельный нашим значит я короче только давай сохраню хорошо перед боем я хочу попробовать тыкнуть вот этого если он меня не сожрет по пути блин не смог почему-то ты как причем его забору слишком близко ты слишком близко подходишь к персонажу учитывая то из-за того что слишком близко персонаж ладно туши их всех так у меня сейчас а мадора мадора значит я всех их агрю смотря на всех загрела ночью молодец чем его сказать и короче круговую блин да было сначала стойку а потом круговую да хотя нормально заря осталась одна это дура то 2 и скорее туши тогда я буду тушить дождик я тогда затушу именно мотору других принципе тоже попадет главное она вообще на всех попала так и даже могу один раз пальнуть по эвелин давай ну тоже нормально у тебя за агрена живетному мадора нормально давай играй так мы запинаю наверно мадору что мадорова не занять эвелин так мне надо сейчас сандали одеть будет срочно а то что у меня не радует перспектива лужи я могу принципе эту эвелин сразу запинать чтобы она этом не повызывала еще давай куда ты побежал то я поближе подошел не доставал так сандальки одеваем и пойду за ваншоте эту дуру пока что он не хочет ее за ваншоте планы давай хотя взрывом что за дело походу делаем взрывом так это дура запинал но больше ничего сделать я боюсь сейчас его этот демон за ваншоте мне кажется не звоншоте я могу принципе я наверное знаешь как а у него этот блин не надо было те так где то что у него воздух 200 он сейчас блин захилиться сюда за мадора спряталась он не захилился он же урон не наносит шерня а такая глушает ладно так сейчас я стойку точности двора живого просто просто физом дополнительный урон нормальный двойной получается так интересно я смогу его в спину шубе опять пили песечка тогда давай за блин воздух у меня обувь я тебя предупреждала да ну ладно ты просто сказала мне запинаева я на автомате ну ладно но убьем же он не повезло давай третий раз нет третий раз явно не повезет все сейчас его не убьешь ну ладно добей ты смели песочку свою так сохранись жейк зомби о надо у джейка купить у него крутой шлем и т.д. сейчас сейчас я у него быстро хотя о чем болтать он чем сюжетное говорит смотри сейчас подожди ох ох искатель милая мертвая велин говорила что ты в сайте левида мое тело напоенное это напоенное не знаю тайными источника притянула тебя как эксперименты мух вот он вон он я не человек более на чудовище более недостойной милости пифи советник джейк надо полагать а джейк он стал зомби смотри да 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 я понял да советник джейк надо полагать он самый джейк советник днем маг источника ночами мученик по смерти ты значит мученик что ты имеешь ввиду что я что имею ввиду ты что сомневаешься в моих словах вот же наглость я умер умер на службе пифи леандра леандра облагословенная пифия я бы следовала за тобой до конца время госушенную силу ничего не понимаю но мне суждено меня сразили в самом расцвете магических сил и кто сестра леандра чума я побери так постойка расскажи мне свое убийство мое убийство печальная история время действия туманный полдень место действий таверна краб персонажи я леандра и кара и человек имя которого я так и не узнал пифия должна была встретиться встретиться с этим незнакомцем поручила мне быть наготове и при необходимости прийти на помощь сначала я слышал звуки страсти а потом ожесточенные ссоры затем меня призвала леандра я вошел комнату она проскользнула мне у меня и ой до сих пор помню звук ее божественного дыхания прошептала прикончи его кому я ничего не понимаю человек человек лежал на полу и был готов к удару моего ножа который я и вонзила на глубоко в сердце на следующий миг через окно ворвалась и кара я был перед ней без защиты она вырвала мою жизнь а умер в свете источника святой мученик убитый во имя пифии тебя убила сестра пифии? о да и кара и кара как отвратителен мне каждый слог ее прозвали белая ведьма и она очень могущественная в своих пределах но я об их жизни не подумала что она выступит против сестры леандры и убьет одного из вернейших ее слуг то есть меня ну наверняка ты знаешь о быкаре и еще что-то не так уж и много эта мерзавка меня никогда не интересовала может ее и зовут белой колдунью но в своей семье она белая ворона она остранилась учение своей сестры ты представляешь могла стать правой рукой пифии а вместо этого просто избегала ее отомсти же ей благословенная леандра вызываю к тебе вскрой ее вены пусть выйдет вся кровь досуха хоть так она принесет пользу зачем велен тебя вообще воскресила ревнивая идиотка она не смогла вынести что именно я стал доверенным лицом пифии она то считала себя ее любимицей знаю что в ночь моего убийства в таверне была пифия но начала терзаться мысль что мне доверяли больше чем в ней она вернула меня посмертную жизнь чтобы я рассказала ей все что знаю она хотела вернуть себе доверие пифии но как видишь дешевые трюки эвелин леандра не интересовали вели напоминала воскрешение короля брака ты они узнаешь что-нибудь да 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 кольвер но ненадолго да здравствует король королю браку нет равных он совершенстве постигся тайный источник а с его помощью их узнает и пифи час близок ты этого еще не понимаешь на топор уже на пути к твоей тощей сейчас у него я вот не знаю мы сейчас его запинаем и можно ли у него отобрать шмот да я сохранюсь пока я не вышла него просто есть крутая крутой шлем для этой для амадоры вот и как бы и какой-то или просто его блин 2000 стоит этот шлем поэтому может быть его обокрасить хотя вряд ли его смогу обокрасить так дальше сохраню на всякий случай я ухожу я же я больше не нужен ли андре мой издетный червяный облик оскорбляет я чувствую прекрасно вернусь ка я свою могилу над думать ли андра не пожалеть меня не пожалеет для меня каплю отдыха оху ничего си бен сири он уполз так давай-ка я загружусь потому что я тогда если не запинаем я тогда у него просто куплю этот шлем то есть я сначала посмотрю пошел фиолетовый амадоры он какой-то обычный сейчас и быстренько можно просто атаковать мадоры так этот шлем лидерство и озы хотя нет смотри по моему у моей мадоры плюс 2 инициатива шлем прибавляет а здесь плюс один лидерство и плюс 33 оз как думаешь но по уровню этого да по уровню брони у нее 28 а здесь 26 то есть принципе броня снижается плюсы какие еще раз который у зомби он плюс один лидерство плюс 33 оз здоровья а у мадоры только плюс 2 инициатива но стоит 2к 2 100 до 2100 7 да не нафиг короче ладно пошел же этот какой с этим джаном поболтать кинджаном а этим называй вещи своими послушаем так из читаний карман мечтает о том что приказать жизни длиться вечной если он сумеет это достичь значит огонь его жертв не будет напрасно их мучительные стоны растворяться в бесконечном круговороте времен думаю если бы речь шла вечная жизнь у меня бы тоже наставили чужие страдания смерти это отвратительно по своей сути ничего не может оправдать бессмысленной жестокости второе хатвый разум скован такими перигами какие не снились и жрецам ты воротишь нос от необходимой жестокости и ради чего ради какой-то бессмысленной ерунды неминуемой моралью еще моральный какой-то хрен в конце концов что есть человечество если не кучка червей из которых возвышенно меньшинство выбирает себе особи для изучения вивисекции чтобы цена их ничтожных жизней приблизиться к и что он несет такие безнадежные глупцы как это эвелин способна после даже самую высокую идею предлагая искоренять их везде где только можно затыкать и щели с которой они лезут не отказываться от перспектив который открывает подлинное искусство некромантия я не понимаю что он пытается сказать короче то что этого джейка подняли и он это не одобряет нет он короче говорит что те кто поднимают мудаки но сама некромантия на сама по себе неплохо блин дебильный господи кто-то меня раздражает так устренимся же к нашей цели как можно скорее смерть подождет а жизни нет дневник он же идиот я поздно старый тычковый нож я себе какой-то фиолетовый нож нашла этот открывашку какую-то надо теперь еще изучить ее может быть он какой-то понтовый посмотри можно сесть на стул и наблюдать кучу и наблюдать эти как это называть стену да как каменную глыбу я не знаю забыла название гору так больше ничего не заспереть пришли разворотили здесь да прям здесь странно просто с тобой очень сильно апнулись мы с тобой седьмого седьмого на восьмой уровень а они все только только 6 поэтому во первых так легко во вторых как то это я но не то что легко нормально мы к этому и шли нет просто не по уровню было бы нормально это когда мы были бы на уровень меньше но сильные а тут как-то это не знаю так ну как что-то я хотела сохранить дамы так с тобой нормально так и налит от других чё опознать о я нашла амулет для этой а у нее и так я нашла амулет для мадоры амулет плюс один сила и плюс 50 очков здоровья но у нее амулет тоже на плюс один силу на плюс 10 сопротивления воздуху лучше 50 здоровья но я тоже так думаю на один лишний удар ну да так блин менты свой интересно если здесь сопротивление тоже себе сделать набрать как нибудь сто процентов ты типа думаешь будешь хилиться можно до хилиться какими-то так она то есть там сто процентов к огню например и под себя короче огонь кидать ну по логике игры у механики точнее игры так но может быть это действует только на царю мне есть отец это кольцо для мага плюс один интеллект давай у него ни одного кольца все равно надо норм подожди если у него ни одного кольца смотри возьми вот это кольцо еще одно второе на сопротивление огню и подознание легенд на еще второе колечко а он тогда сможет тоже что-нибудь посмотреть да по сможет это посмотреть чего хотя а блин я на седьмой уровень нашла крутой нож в принципе тоже земля но блин у моей земли 15 процентов болезнь шанс 15 процентов наложить болезнь шанс 10 процентов наложить сопротивление но у него максимум дамага 42 а я нашла нож на максимум дамага 52 но у него только шанс 20 процентов наложить замедление но он естественно лучше как бы по дамагу и шанс замедления но в том еще 15 процентов болезнь есть ну ладно я все равно его возьму короче блин это мои мои любимые открывашки которые он держит клёво так через пальчик теперь мне надо бы найти продавца чтобы сплавить ему все дерьмо так нам сейчас получается так путешествие так мы выяснили что ее оказалось если некромантка не убивал советника джейка зато именно на его воскресила она прибыла сайт чтобы живить древний властитель источник короля брака по прежнему этим занимается надо установить так значит она не убивала кто не убивал а подожди кто сказал это и кара убила его джейка джейка а кто такой мы даже не видели по моему ни разу в поисках короля брака появился квест и джейк эвелин были последователем культа глава которого леандр пытается оживить брака древнего короля источника величайшего из злодеев леандр сбежал сбежал из боя и по всей видимости отправился в могиле короля брака надо узнать где похоронят чудовище почему ли леандра если это пифе видимо пифе леандра одно и то же я не знаю еще я запуталась я вообще совершенно не понимаю что сейчас происходит найти ведьму советник точнее зомби джейк сказал что его убила белая ведьма и кара ее сестра леандр возглавляет культ источника который принес айсилу столько бед надо разыскать эту и кару и продолжить расследование говорящий статуи так статуи великий посох а мы еще можем это посох отдать да давай сейчас это сейчас я изучу себе навык один сейчас у меня по моему же я могу же изучить навык вроде бы так по типу изучить либо превращение в воздух получаете только половину физического урона два хода либо адреналин я думаю все таки адреналин ура у меня есть адреналин все отлично у меня есть все сахаром так смотри к нам арху бежит ух ты вау легендарные здесь какие-то розовые амулеты сила так сейчас короче потом я у него поковыряюсь так смотри значит у тебя видите все получилось так ты знаешь что случилось с советником джейком и я тоже позволю вести тебя в курс дела клянусь богами разве мог кто-то предугадать такой темный поворот событий это хуже моих самых глубоких страхов не собирается же они воскресить его короля брака не может быть прости меня господи перевернулся прости меня вести твои слишком прости меня вести твои слишком горькие это создание оно было королем тирана в воплощении ужаса тех безумцев что жаждут его воскрешения надо остановить любой ценой вижу арху ты принял это очень близко к сердцу я да это так будь у брака хоть малейший шанс он свои злобы и вероломство сместил бы с престола самого короля демонов то что весь мир ты и я все мы вновь будем страдать от этого безумца это просто немыслимо сам мысль о том что он может вернуться мне невыносимо айкара то что ее силой вовлекли в это гнусное дело лишь сильнее бред беретит мои раны если эти некроманты хотят оживить барак а они скорее всего собираются на его могиле не знаешь где ее отыскать давно уже ходят слухи что тело барака погребено в подземельях под заброшенной церковью а вот теперь да в церковь на восточном побережье Сайсола здесь сейчас полно нежисти так что слухи вполне могут оказаться правдой куда бы ни шла Леандра повсюду встает из могил мертвецы давно почевший тиран даже после смерти находит себе слуг кстати кто нибудь в логове вели напомянул имя Кассандра господи Кассандра Леандра кто все эти люди Кассандра нет впервые слышит ее а что ничего искатель ничего голова у меня идет кругом но это скоро это наверное его телка какая-нибудь не знаю почевшая сто путов но это скоро пройдет после того как с темными делами Леандра будет покончена так ну-ка как ты думаешь кем был незнакомец о котором рассказывал Джейк с которым Леандра встречалась в таверне увы не имея ни малейшего представления возможно еще один маг источника или просто очередная жертва Леандра Легион не находил места на месте преступления второго тела значит возможно незнакомец ушел живым или его труп тоже забрал Эвелин для экспериментов почему тебя так печалит участие во всем этом Икара она великая женщина искатель воплощение добра и чистоты может она и убила Джейка но ведь он оказался злым магом источника могу лишь предполагать что она замешана в злоющих планах своей сестры это сильнее всего это заставляет меня бояться за ее безопасность а мы видели главу этого культа Леандру маг источника Леандра я знаю ее но мы не встречались уже много лет как ты знаешь она страйкара просто не верится что она возглубляет этот культ что они не хотят безумие за бараком но отрезать ее части в этом деле более невозможно по-моему она сравнится с десятью магом вместе взятами весьма опасная ты говоришь Джейка и Вилли называли ее Пифи возможно а ну да значит на Андре это есть Пифи Джейка и Вилли называли ее Пифи возможно это была дайственная предводительность это не порочная какие кто такие не порочные в лесах к северу от Сайсила есть деревня где обосновались сторонники новой религии они называются непорочными и как я слышал поклоняются некой Пифи деревня называется Силвер Глен если мы его дизайнерны то вовсе используют многие источники надо продолжить расследование я попробую узнать побольше об участии Кары тоже пока отправляешь ты тоже пока отправляешься к Леандре к старой церкви на востоке останови ее пока она не воскресила Баракова умоляю тебя так тут дальше конец я сейчас быстренько у него выторгую еще нить а он не свалил блин а куда у него 2к делись у него было 2 свиш ладно в кота просто не помещается да 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 так ну ка тут есть какие-то кольчужные наручи это отстой кожаные спанги так а вот смотри Арху рассказал что последователи Леандра называют себя культом непорочных сама же Леандра представляется Пифией обитают эти сектанты в лесу к северу от Сайсила деревушке под названием Сильвер Глен перед началом расследования нам стоит заняться историей чудовищного короля брака у него какие-то посохи это сейчас я его быстренько это выменяю сейчас секунду мне просто надо разгрузить свой инвентарь потому что у меня уже не улазит мы почти всю карту исходили нажимая игра заканчивается беда это только начало наверно у меня кажется уже почти закончилась игра так так сейчас быстро сейчас сейчас погоди так а просто так цена называть подождение просто есть на этом а нет это не то паркетика похоже почему у нас еще квестовые метки на капитане аурии и кабинет арху ну плюс еще здесь есть целая зона с лавой там можно еще качнуться угу угу так сейчас сейчас на момент то есть сейчас буквально секундочка так так ну вроде бы все все а подожди он же уйдет сейчас погоди я скажу тебе что у него есть вдруг тебя заинтересует короче типа вот короче смотри у него есть книги навыков на геомантию и пирокинетику но тебе наверное не надо нет не надо так у него есть так какой то говнопосох на 9 уровень вода интеллект 7 требует а замок какой 41 81 вода не очень есть 33 66 у меня как раз сейчас у меня как раз сейчас 33 66 а 41 81 же лучше или нет ну на воду ты говоришь на уровень 9 на 9 уровень тебе еще это но ям атаковать мне будет дороже но скиллом то я могу пулять скилл у меня 3 а скилл зависит от того что тогда атаковать 5 а у тебя будет еще 6 а это если просто тыкать посохом подходить тыкать а ну сколько он стоит 581 взять его да покупай так еще здесь есть шмотка балахон на 8 левел 42 уровень брони специальные эффекты 12 процентов сопротивления земле и 46 узе у меня сейчас 38 брони плюс 055 перемещения плюс 30 узе ну а смысл тебе от этого перемещения а нифига он 2000 стоит ну тогда забей так так и все ну у него есть эти ремни на сопротивление яду 21 узе взлом 33 узе 14 сопротивления яду и 21 узе так не у меня не у мага нету ремня у тебя есть ремни так у меня нет ремней давайте тогда возьму ремень те какой на сопротивление 12 есть 14 сопротивления яду 20 узе у нас помню у кого из персонажа нет ремней у меня есть а ну именно ремешок пояс да именно ремень пояс так ну тебе пояс взять да мне возьми бери оба потому что один оба да ладно хорошо оба оба тогда все все конец вот видишь он свалил сейчас тогда тебе пояс отдам а смотри мы потрындить можем давай потрындим что случилось хорошо мы с тобой потрындить можем ага тайна раскрытый советник джейка убил его милая кара так называемая ведьма ну а теперь сдаётся мне наша следующая цель король барак так второе м м м м м да я согласен если согласна м м согласен я сейчас играю с трансы стив здесь то можно чтоб два мужика бегала я знаю что можно но к 1 здесь по канону идет мужик и баба угу я когда первый раз играла аси два мужика сделала а смотри храбрость мне не нужна храбрость мне нужна осторожность загружаемся а тебе как раз храбрость да у меня храбрость жалко мне за это не прибавляют скрытность так тогда значит мы все выполнили вот это а тебе надо говорить плевать на приказы наверно осторожность плюс один дима и осторожность вот осторожность хотя может быть здесь высшего уровня ну точнее вот очки вот у нас сострадание уже очков 7 мы прям страдальцы сострадальцева шанс крита критично скорее всего не улучшится но по крайней мере ну ладно ну просто по другому пошли пошли мы до подожди стоит стоять и вижу пояса не отдала да давай подожди так на посох своему тебе я крыш тебе пояса да там уже посмотришь кому че до 50 308 урон водой я могу если что их менять все сейчас подожди быстренько пояса посмотрим спротивление нету она не так-то одинаковая поэтому я себе возьму 14 а могу отдам так пошли знаю сначала в город давай портанемся тогда в город так что пока не портуйся не портуйся сейчас я мадору хилю а то ничего там до хрена хоп у мадоры до 528 у моего 302 у меня 362 но у мага 468 почти танк короче у меня вообще блин у меня меньше всех на самом больше но там нет просто не у меня просто шмотки на узы по а у меня шмотки а у тебя на перемещение зато у меня она я же лавка спрятана четыре с половиной метра за 1 1 так что портуем сюда северные ворота серверные так пойдем к мэру сначала сходим а мы посох посох а мы здесь еще зомби можем запинать из могил а да ну давай сначала посох отдадим там еще могилу можно нарыть кучу я думаю мы до этом сохраним у нифига си он сколько вариантов ну как же сырье о господи я не хочу все но ну ладно да да мне далось найти пасах да что он тебя замечательно где он давай его суда а а у меня не нужен вот он мне кажется интересно если отвечу не торопись может быть осторожность или маразматик усы силу блин чип такого ну давай за два отвечу а вдруг у меня сейчас сохранить только у меня с ним отношения поменяются он мне скажет да пусть будет вот так вот вот так вот отношения на дырай а мне что дали блин нам сейчас дожди репутация 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 а просто на репутацию мы поработали ой духовность элеватор и юбе духовность смотри но нам духовности нужно было да вопрос один репутация тоже хорошо торговать можем сохраняйся так давай о белой ведьме он такая милая такая милая у нее есть маленькая хижина в глокольском лесу на самом деле она не очень далеко к северу отсюда и хотя она не часто бывает в сайселе приятно осознать что она присматривает за нашей границей особо ничего не привалилось так король брак полагаю он не больше чем любому ТДУ шурищу или гарольду этот монстр черное пятно я уже слышать не могу о гарольде так гарольд сраный гарольд ну пусть этот спит то есть нет в камере насчет убийства джейка значит труп джейка украл эвелин но при этом убийца до сих пор на свободе вот это загадка да очень странное дело так юландский сект юландский сект юландский сект юландский так еще погоди у него тут есть сфера правителя это я так полагаю ну в общем туда наполнитель надо насыпать и будет граната граната ты понял святая граната вот она мне очень нужна это будет когда мы кучкой стоим кинуть захилить всех сразу это вообще шикарно было бы только не знаю что дали закинуть чтобы стоя граната получилась с с с мячом продать с бабла могу и купить это куда я вот здесь хожу здесь мы бочек бегали не одну странили а кровавленый кинжал не даю выбросить это по квесту а слушай мне расстариться нужно пойду расстарюсь сейчас тогда пойдем там это на местном кладбище запинаем давай я пойду быстренько позырю еще позырю этой у моей девахи ну я же взяла третий этот ассасин может быть у нее книги на третьего ассасина есть я наверно пойду сгоняю посмотрю к ней и может быть она же тоже ну по ассасинам ну в общем по ну ты понял короче может у нее какие-то супер-пупер там не знаю кинжалы будут хотя короче мне надо просто порадовать где эта дура вот эта дура у нее отношение 40 отлично так чувиха новичок новичок нет у нее все для новичка прикинь даже для адепта нет зато нет он для чародистов фиолетовый лук появился ну у них постоянно прибавляется прибавляется да у них всегда это а главное что ты им скидываешь оно как бы ну тоже по моему не убавляется или улучшается да по моему не убавляется ой а я вижу у нее не эпические а легендарное розовое потускневшее кольцо не восприимчивость к эффекту оглушения но оно стоит 2к у меня нет бабла столько у меня здесь лук 58 у меня там есть всякие улыбки и он с горением у меня здесь только луки наложить горение вот это здорово блин надо срочно бабло откуда-то брать так я щас раздену своего этого здесь еще уровень так и ботиночки мы отдадим которые на обмен так у меня синенькие кинжалы ну-ка чувствуете кинжал суши а знаешь давай к кому перед этим перед зомбарями давай сходим к этой смерти которая торгует золотое кольцо за две с половиной плюс один ловкость плюс четырнадцать противной воде плюс четырнадцать противление яду плюс один знание легенд а мы тебе не нужно а там нет колец на скорость нет есть наручи на плюс один ловкость на отражение урона в ближнем бою наручи 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 а у меня наручи оно оно на силу в смысле наручи там не могут быть наручи на силы это только это только броня на силу наручи одеваются наручи требуется силы 6 написано странно вот мне бы наручи слушай а у мадуры какие наручи мадуры мадуры наручи на кузнечное дело на телекинез ей можно вот а брони сколько брони 15 эти наручи броня 24 вот но у отражения 10 процентов урона ближнего норм это было бы круто только бабла нету вот у меня тоже нету а я закупила сферы правительства теперь придумать что туда добавить эту сферу может воды я не знаю блин чтобы она лечила эта сфера даже не знаю что я нашла клинок на восьмой левел ааа блин но в нем плюс только то что он не ломается смысл у меня от этого блин отстой ммм нет мне такой клинок не нужен а вот клинок на 9 уровень а пойти клинки заточить о ну-ка 124 пика пика одноручно наручно 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 на кто из 2 ручки продает никто может быть в следующем городе здесь же следующий город упомянули так короче больше нечего покупать блин а где брать эти книги навыков у меня уже три уровня навыки не у кого покупать а черепки ты через черепа можешь куда-нибудь это а можно растал у черепа в муку я расталкиваю если чо как бы про это ну и в общем все что у меня в ингредиентах тебе скидывать но тип того да блин блин гранаты вообще не пользуюсь этим гранатами ну ладно пусть будут все мы я вашу продать ничего не могу купить лук огонь он прям хороший хорошей тетельку в тетельку так пусть будет у меня два лука потому что если будем огненных то короче против огненных будет тяжело вот этим луком так а я лучше стрел надо обязательно купить я глушающий наконечник так как у нас древко пробовать так попробуя значит ножик и деревянный кол а как а как мне сделать древко стрелы и не нужен деревянный кол блин побоитесь бога блин она у меня ключи тьма он пусть будут ключей ключи я все этой модули скидывая правда они все равно будет использоваться она же у нас силачка деревянный кол блин слыши как же как же сделать я тогда и камень ей инертный тоже скину камень ну это кровавник ну просто чтобы в кармане не валялся чтобы вы не продать случайно или давай вот эти вот кровавики наверно тогда могу скидывать пусть у мага будет да давай блин как бы так навыка воды блин а как же эти три стрелы часы загуглю потому что у меня просто ты мне скинул эти бревна которые весят каждый до хрена у меня теперь персонаж двигаться не может так блин чо мурманск плюс два и часы мурманск ты дал жару так дивинити 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 оригинал 7 венчинский тишин я бочку в карман положил представляешь с водой как это умудряешься я продам за единичку крафт может лучше не захлам не будем захламлять этих наших продавцов потом просто рыться в кучу говна я постороннему так при смешивании ножа с веткой получается 3 3 а где ветку то взять крафт ветку мы куча веток так у меня бревна зачем мне бревна мне нужны ветки именно как из бревна мне сделать ветку это был такой хороший гайд рецепты рецепт его напишу рецепт 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 вот нашла замечательный так смотрим та-та-та ля-ля вот значит получаем щепки дерева и две ветки бревной топор блин слушай купил кого-нибудь по дешевке топор а у меня помимо этой дуры есть топор или нет нет нету топора блин мне нужен топор чтобы мне поля сейчас иначе я все сделаю это все сделаю в коле и продам блин вот так острый двуручный топор острый двуручный дорогой а есть есть просто топорик топорик давай любой топорик чтобы мне но он как этот какой одноручный он считается да 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 оружие да 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 так так сохранить потому что полтос золота давай сохрани у меня прям впритык мне просто чтобы эти сделать для стрел так все и две ветки так вот топор тебе скинул угу так две ветки а древко ветка и любой нож нож у меня есть так отличный топор шикарно спасибо сейчас мастерю значит топор и идите бревна и бревна соединить а блин рецепты мне надо рецепты оружие надежные копья не надо зелья граната к чему это будет а стрела стрела нет не стрела там не нужна предметы но получился бревно с топориком соединить у меня получили щепки а ветка да у меня получилась ветка блин ветка это оружие оказывается рецепты рецепт знаешь сколько этих веток по насобирал ветка странно сколько я продавал этих веток предметы а б я не могу найти в рецептах ее надежный лук оружие нет ветка ветка жезл стихии получится если ветки соединить гранаты блин я не могу соединить я не могу почему-то найти у себя стрелы а нет древко древко ну посмотри в этом я просто мне сейчас надо тыкать двадцать раз чтобы просто там из рецептов можно сразу сделать сколько вы хотите он сразу крафтить сколько надо а из просто крафта это придется у меня двадцать бревен и у меня придется из двадцати бревен просто вот так вот постоянно щелкать а нет погоди у меня щепки получаются они а нет ветка и щепки ладно да две ветки и щепки сейчас блин капец значит я весь инвентарь захламлю этим дерьмом по идее это будет выглядеть сейчас я покажу как господи мне кажется мой персонаж думает что за так по идее это будет выглядеть вот так сейчас я соединю и получилось копье блин сраный ничем стыдейшин блин древко ветка и любой нож а почему у меня копье получилось древко и любой нож или ветка ветка и любой нож apple должно быть это древко ну а я соединяю меня получаются копья еще не копья а в рецептах нету этого блин как быть то метко это значит как-то сраная древко накрафтить а если есть там с топором его ну в принципе древко оно недорогое всё я с топором могу купить 0 нет пора нельзя с этим получается копить ну кухень но погоди так стой двадцать один у меня сейчас Ethiopia 21 если соединяя нократно нож попал загружаемся у меня он пропал мой нож я соединила свой нож сраной веткой и он ушел в копье то есть а мне как бы не надо так короче короче лучше про проще этого те просто древки накидывать но тогда мне не нужны эти бревна забери их обратно выброси они очень тяжелые персонал продай их потому что я вот могу вот 20 древко стрелы 40 стоит монеток тогда вместо парик лучше 20 . да так макс мастерить щепки ступка где щепки с гранатой странный крафт здесь за кишки в гранату накидали что-то можно было так взят на и селиться у вас вложение блин у меня худ заглючил после перезагрузки да да ну он показывает что у всех давай загружу сохранить загрузить мне все равно так показывать может перезайдешь да хрен бы с ним нет огненный наконечник наконечник стрелы плюс зелье сопротивления в него отлично сейчас сделаем я просто уменьшить инвентарь да ешьте это мото мне хило засрал тоже да вот и не засираешь а мне надо так значит у меня куча наконечников тогда я могу соединить с зельями значит соединяю зелье сопротивление огню соединить хрен знает что-то надо блин надо это страна рукоделие поднимать блин надо что-то на рукоделие я не могу ничего сделать только если отравленных наконечников тебе накрафтить ну они о этих до отравленных так отравленный наконечник соединить все 15 давай соединяем отравленную стрелу могу тебе сделать 16 штук 6 так ладно давай делай так по типу части сестре ладан вот на тебе вот такие стрелы вот такие стрелы все пока стрел не значит только смастерить пока ничего а ну-ка если она как с еще посоединяю а просто почему-то так с этим ну как-то половину нужно помните ну-ка если с малым зелем лечения соединяю лол нет мало земли целосложения нет и сопротивление земле ну-ка нет невозможно сопротивление воздуха блин не хватает принесла сопротивление воде давай не получится ничего а получился паровой наконечник а что он дает шипит как пар в горячих ну давай стрелы паровую стрелу паровой наконечник та-та-та это у нас зелье сопротивление воде так чем еще можем делать так ланд это пока говоришь я отойду минут на пять хорошо так ланд это у нас тоже не будет